Игра с тысячелетней историей, которая не теряет своей актуальности и в наше время. При поддержке регионального министерства физкультуры и спорта в СКК встретились самые юные шахматисты региона. 26 мальчиков и 10 девочек в течение двух дней соревновались в настойчивости, внимательности и умении думать на два хода вперед. Это чтобы тебе не поставили мат и чтобы ты не сделала два невозможных хода. А два невозможных хода это какие? Когда ты ходишь к какой-то фигуре, которая защищает короля от шаха. Шахматы – игра семейная. Три года родители помогли сделать Лизе Верютиной первые шаги на шахматной доске. Теперь сами стараются не отставать. На соревнованиях девочка заняла второе место. Я с трех просто учились как ходить, потом учились держаться 8 ходов, чтобы мат не был. Потом начали держаться 8 ходов. А потом уже когда в школу пошла, в школу пошла в сентябре, начала заниматься тренером. С тренером в школе и с тренером в шахматном клубе. Бронзу с чемпионата увезла другая Лиза – Иванова. Опыта у девочки чуть меньше. Занимается шахматами всего год. Но уже успела достичь впечатляющих результатов. В первый день я два раз проиграла и один раз выиграла, а в этот все дуры выиграла. Но у нас трескался. И я смогла. То есть что главное в игре? Верить в себя. Первое место, не проиграв ни одной партии, заняла Евгения Шостакова. У мальчишек борьба была не менее жаркой. Медаль за третье место получил курянин Саша Дорофеев. Серебро у Максима Солецкого из Железногорска. Золото у Федора Желенкова. Когда узнали, что в нашем городе есть шахматный клуб Руслана Валерьевича Лебедянцева, естественно, мы прям пришли. Нам все понравилось. Максимка с удовольствием ходит. И нас это так затянуло. Мы прям счастливы. Его победе. Шахматный спорт в Курской области переживает второе рождение. Открывают кружки в школах и специализированные клубы. Проводят открытые уроки. Если в прошлом году в подобном первенстве участвовали 10 ребят, то сейчас общее количество участников 36. В летний период мы проводили довольно большое количество мероприятий на Боевке. И я думаю, что многие заинтересованные люди, которые поучаствовали в этих мероприятиях, потом продолжили заниматься шахматами дети. И, соответственно, вылилось это в то, что мы сейчас видим. Не успели закончиться соревнования, а юные гроссмейстеры уже планируют следующее. Впереди у них многочасовые тренировки, напряженные чемпионаты и громкие победы. Лариса Марковчина, Роман Федорков. События дня.